В Приднестровье уже идет война информационная. Это факт, и его глупо отрицать. С началом боевых действий в Украине дезинформация о том, что происходит в Приднестровье, стала появляться в соцсетях и в зарубежных СМИ. В этом не было ничего нового. За 30 лет независимости мы привыкли к черному пиару. Но вот потом стали происходить непривычные для нас вещи. Сначала в интернете появились клоны сайта президента, правительства и МИДа Приднестровья. А на них заявление о поддержке вооруженных сил Украины. На этой неделе по соцсетям разошлась еще одна подделка. Якобы обращение властей республики к населению с призывом прийти на референдум и проголосовать за вхождение в Молдову. Кто создает эти фейки, непонятно. Это, кстати, одна из характеристик информационной войны. Трудно выделить воюющие стороны. Зато ясна цель – психологическое воздействие на жителей. Как работает и как противостоять оружию массово-психологического поражения. Сюжет Дениса Мартыненко. Какой бред. Приднестровье проведет референдум о вхождении в Молдову. Люди в шоке. Что вообще творится? Это официальное сообщение. Вот печать, вот подпись. Тут фамилия председателя правительства и спикера Верховного Совета. Называется все это обращение президента. Рассказать населению о таком важном событии президент, правительство и парламент решили поздно ночью. В социальной сети ВКонтакте от имени Евы Смирновой и Арины Столяровой. У них даже герб Приднестровья на аватарке для важности. Просьба не паниковать, соблюдать спокойствие. Мы с этим справимся. Учитывая события последних дней, удалось выяснить, что на Приднестровье надвигается порядка 2-3 миллионов килограммов лишнего веса. Примерно по 5 килограмм на каждого жителя. Провокационный заголовок привлекает внимание, а чужие лайки убеждают, информация верная. На эмоциях сразу хочется поделиться, а я сейчас поделюсь страшной тайной, как подделывать документы бесплатно, без регистрации и СМС. Вот сайт правительства, а вот первый попавшийся настоящий документ. Их всегда публикуют на сайте. Скачиваем и редактируем. Признать официальным языком в Приднестровье латынь. Подпись и печать тут же в скачанном документе. А хотите, Лукашенко признает независимость Юпитера, а Румыния обяжет всех граждан носить накладные клыки, как у графа Дракулы. За эту неделю фейков о Приднестровье было так много, что разоблачать их пришлось президенту. Вадим Красносельский писал в телеграме и записывал видеообращения, где много «не». Приднестровье не готовит референдум, не просило Россию о военной помощи, не проводит мобилизацию. А вот еще один фейк этой недели, который нагоняет ужас и непонимание, что делать. Якобы Украина предупреждает приднестровцев эвакуироваться до 19.00, иначе будет плохо. Помните, мы рассказывали, как много гуглили Приднестровье, когда шериф попал в Лигу чемпионов, потом, когда установили памятник Гарри Поттеру, потом новый рекорд интереса был, когда украинские беженцы искали, как попасть в Приднестровье. На этой неделе случился новый рекорд. Так много о Приднестровье в гугле еще не искали. Теперь вот этот незаметный холм – это когда побеждал шериф. А тут началась война. А это последние несколько дней. В 10 раз больше. Слишком уж много и слишком плохо о нас говорят. Эти слова украинского президента возмутили интернет-пользователей в Инстаграме и ТикТоке, ВКонтакте и Одноклассниках. Жители Приднестровья пишут «Мы здесь счастливы. Оставьте нас в покое». Кто там счастливый? Кто там счастливый? Мы живем в Приднестровье и этим гордимся. Кто там счастливый? Кто там счастливый? А помните старые, добрые, безобидные статьи про страну, которой не существует, про осколок Советского Союза? Это было все, что вообще говорили о Приднестровье. Эх, хорошее было время. А это типичная лента в ТикТоке прямо сейчас. Сколько понадобится сил для того, чтобы просто терраспы заплатить? Мы расправимся, если понадобится. И нету. Я бы долбанул по Приднестровской Молдавской республике. Поначалу фейки о Приднестровье были направлены для жителей Украины, чтобы они нас опасались и не любили. С территории Приднестровья. Теперь фейкомет работает в сторону Приднестровья и фейки распространяются тут, чтобы боялись уже мы. Ну вот, комментарии под нашим видео. Как отличить фейки от правды? Вопрос. А это правда, что Красносельский попросил войти в НАТО? Идет целенаправленная информационная специальная операция против Приднестровского народа, дабы посеять в наш народ смуту. Объявление. Сегодня нельзя верить всему, что вы видите. Эти очки ненастоящие. Лицо тоже. Все это я нарисовал с помощью 3D-маркера и этих точек на лице. Кстати, маркер тоже ненастоящий. Да и задний фон. И опять лицо. В наше время ничему нельзя верить. И даже если президент что-то говорит, не факт, что это настоящее видео. Этот Обама фейк. Компьютерно созданный голос, как настоящая мимика и внешность. Но это нарисовано. А говорит все вот этот человек. Технология дипфейка настолько доступна, что пользоваться ей может кто угодно. Вот в ТикТоке. Танцующий Путин делится рецептами Оливье и учит чистить дороги. А недавно завирусилось вот это видео. Человек-паук, актер Том Холланд учит русский и ест пельмени. В Молдове пару дней назад появился свой Юрий Никулин. Все подумали, ничего себе, как похож. Но это нарисовано. Майя Санду в ТикТоке тоже ненастоящая. Зачем вообще кто-то создает фейки? Есть те, кто зарабатывает на этом деньги. Много кликов, много переходов на рекламу. Но часто с помощью фейков навязывают точку зрения, чтобы человек думал или действовал определенным образом. Только послушайте, что рассказывает офицер спецслужб. Есть три вида военного пиара. Белый, серый и черный. Черный – это когда лепишь, вот что не надо. И, к сожалению, в военной пропаганде есть задача сегодняшняя. Надо, чтобы сегодня заговорили вот так. Не важно, что ты несешь. Надо, чтобы сегодня заговорили вот так. Поэтому не удивляйтесь, это не маленькие геббельсы, это не придурки, это не люди, которые не проверили информацию. Это целенаправленная картинка на сегодня. Завтра ее потеряет смысл. Как понять, фейк перед вами или нет? Новость перехватывает внимание, вызывает неконтролируемую эмоцию и желание поделиться, если вы чувствуете все это. И сразу почти наверняка перед вами фейк. Это типичные примеры манипуляции, цель которых – промывка мозгов. Вот пример. Здесь американский солдат с иранским солдатом. Обратите внимание, что в зависимости от того, какую часть фотографии вам показали, у вас сложится совершенно разное впечатление. Для раскрутки слухов часто создают копии известных страниц. От оригиналов они могут отличаться парой букв в адресной строке или доменом. Такие детали легко не заметить. В прошлом году так подделывали сайты Агропромбанка и Новой Почты, чтобы украсть деньги с карты. А теперь подделывают сайты президента и правительства, чтобы там публиковать ненастоящие указы, которые выглядят как настоящие. Если что-либо делается, то кому-то это нужно. Нам это не нужно. Мы мирный народ. Мы хотим мира. Мы не хотим войны. Мы прошли это в 92-м году. Когда информации столько, что просто перестаешь понимать, а где правда, легко ошибиться, впасть в панику, сделать то, чего от вас хотели манипуляторы, последствия могут быть чудовищные. Людям, которые воспринимают все слишком эмоционально, новости лучше вообще не читать. Самое важное, вы и так узнаете от родственников и соседей, но и эту информацию все же лучше дважды перепроверить. Денис Мартыненко, Отражение.